Итак, Святослав, я для вас записал вот видео, метод изучения, оно в свободном стиле, очень длинное, но на что я хочу обратить ваше внимание. Вот об этом мы сейчас поговорим, то есть я бы хотел, чтобы вы сначала вот это видео, третье после него посмотрели, а потом уже приступили к просмотру того видео, чтобы знали на чем сосредотачиваться. Кстати, там много домашних заданий, все их надо сделать. Еще коротко расскажу по этому видео. Обратите внимание на насчет домашних заданий. Насчет домашних заданий. Смотрите. Еще раз обращаю ваше внимание. Ваш код. То, что вы написали, учитывая, что вы никогда не занимались языком, это прекрасно. Но то, что вы написали код, который просто работает, это никому не нужно. Вам в первую очередь, а мне уж точно не нужно. Почему? Еще раз обращаю внимание. Я вам сказал, что ваша основная задача работать только через исключение. Он должен быть у вас красный. Это первое, на что надо обратить внимание в том видео. Второй момент. Я работаю с многими людьми на протяжении многих лет. И в большинстве своем, как происходит на практике, люди что-то изучают, но понимают, что писать не могут. Я не зря вам дал вот этот файл в библиотеке ТОГа, да, от Russell Kate'а магии, где мы с вами увидели, увидели уже ваши изменения. То есть вы начали видеть строку и так далее. Переменная присвоена значение строка, да. То есть у вас пошли изменения, которые вы сами видите. Так должно происходить. Как не должно происходить. Не должно происходить, что мы учимся программированию, открываем код сегодня, потом через месяц и понимаем, что ничего до сих пор не понимаем. Значит, что неверный подход. Что неверного в подходе в первую очередь? Это система работы с кодом. Поэтому вот это видео, которое вы посмотрите именно с позиции, кроме домашних заданий, что мы здесь говорим, именно о привычках. Потихонечку, очень спокойно мы формируем ваши привычки. Привычки программиста. Я не зря вам там привел в этом видео примеры, как рассуждают, допустим, ребята, что когда я почувствую себя программистом. Да ерунда это все. Потому что все будет просто как происшедший этап. Когда я буду писать программы, не всегда вы будете чувствовать себя. Я писал программы через три года, помню, в 2011 году, через три года писал программы, но я понимал, что я нифига не знаю. Это все ерунда. Что не ерунда? Не ерунда только ваши привычки. Когда вы четко понимаете, что вы растете, и код, который через месяц меняется, через неделю вы увидели изменения. И поэтому то, что кажется вам, наверное, сейчас будет даже сложновато. Вот, допустим, ХЛ, все эти функции, которые я дал вам начать применять. Сейчас это для вас будет первый шаг, когда вы просто привыкнете. Но пройдет месяц-полтора, и вы начнете обращать внимание, а что же они делают. И это все начнет происходить. И когда вы придете к классам, вы ими уже начнете пользоваться. Потому что люди, которые занимаются программированием 5-7 лет, большинство своим знают метод INIT. И все. Откуда что будет? Итак. Для ребят, посмотрите, кто наткнулся на это видео, посмотрите вот это видео. Оно будет в описании того видео, которое я сейчас записываю. И первое перед этим видео можно делать. Делать кто полный ноль. А сегодня мы поговорим уже более короче. Подведем. Я все-таки обращу внимание на привычки. И я вам покажу еще одну такую вещь. Что на самом деле вот типы данных, которые вы пыхтели. А в них можно не заходить, можно понимать, зачем идти в документацию. Ведь вы это все знаете. И вы это можете все просчитать. То есть о типах данных вы уже все знаете. На простом уровне разъясню вам типы данных, да, Пайтона. Без документации. А потом вы пойдете в документацию и будете знать, что они делают. Это все просто. Потому что язык понимает человек или нет, пишет или нет. Зависит только от подхода. Чем отличается наш с вами подход от других подходов? Можно читать книгу. Все это проходили. На 50-й странице вы точно не будете помнить, что было на 1-й. Поэтому займемся двумя вещами сейчас. На данном этапе. Поговорим, почему так важно. Привычки. И поговорим о последовательности. Полностью вы их поймете и будете использовать на полную, когда пройдете функции и классы. Но понимать будете сейчас. И в домашнем задании ваша задача будет по этим типам данных написать псевдокод. То есть, псевдокод в данном случае, чтобы вы просто включили обычную человеческую логику. Это значит, вы будете писать программы обычным текстом. Но при этом использовать операторы языка программирования. For, if, else. Ну, в принципе, все вполне логично. Итак, пару слов для новых людей. Пару слов для новых людей. Вот пример человека. Денис, да? Писал. Вот когда у человека, хотя изучал программирование определенное время, долгое, да? Но при этом, когда вот начало прорастать, смотрите, вот сам момент. Система действительно работает, теперь нужно больше практики. Конечно, возникает еще больше вопросов при написании собственного кода. Но сам факт, что уже есть то самое написание, а не гугление. В большинстве случаев, почему человек не начинает писать? А потому что для этого нет предпосылок. То есть, человек как себя ведет? Я вам показывал. И сейчас это дело вашего выбора. Вот прямо сейчас вы смотрите это видео, ребята, и Святослав, для которого я пишу это видео. Для вас дело выбора, дело самопринуждения. Какой путь вы выбираете? Давайте возьмем первый путь. Первый путь. Берем, пишем. Вы функции не изучали? Ну ничего. Я просто это удобно показать. DevMine, да, функцию питона обычную. Берем там параметр 1, берем параметр 2 и делаем нечто очень простое. Создаем переменную, параметр, который присваиваем значение param1 и param2. И возвращаем. Нам надо, чтобы функция возвращала. Парам, нашу переменную. Для того, чтобы вызвать функцию, мы просто делаем, пишем mine, ставим скобки. Но, как видите, я ничего туда не вбил. И запускаем нашу функцию. Получаем исключение. Здесь стоп. Берем ручку, записываем. Что я от вас жду? Я от вас жду, что вы идете через исключение. Вы становитесь программистом. Когда вы будете? Когда вы формируете привычки программиста? Так вот, исключение и есть подсказки. Но с ними надо работать. Отсюда есть два варианта начала пути. Первый вариант. Делают все. Вот так в большинстве своем. Денис так делал, который написал. Пошел в документацию, начал делать. Кот с головы начал писать. Все знал. Хорошо. Что делает человек в большинстве своем? Так, я остальное закрою. Он вводит в поиск и ищет ответ. Похожий. Это привычка не программиста. Это привычка человека, который хочет скопировать чужой код. Ребята, это очень плохая привычка. Это вы постоянно будете в какой-то прострации. Святослав, вы себя принуждаете к следующему действию. Иначе потом приведет, покажу к чему. Что вы делаете? Правильно. Начинаете с документации. Что здесь написано? Вот это исключение, искать, что глупо, по сути дела, для человека знающего. Правильное действие. Еще раз обращаю внимание. Два раза, два видео записал по одному и тому же. Только здесь позиция. Мы берем тип error.python.org. Находим. Error. Мы обязательно найдем здесь исключения это. Они разные. Сама привычка обращаться к исключениям. И вы его находите. Давайте попробуем сейчас по-другому вести запрос. Теперь, смотрите. А что сейчас происходит, если вы так делаете? Ничего? Да вот нет. Происходит. Человек, который просто копипастит, у него не развиваются запросы к документации. А ведь документация, это часть работы программиста, или нет? А может мы представим строителя, который бесплатно дом строит? А может мы представим сборку автомобиля без технологической линии? Ну, захотели сегодня там, пошли вообще. А давай дверь не будем прикручивать. Да хрен с ней, да пойдет. А что отличается в работе программиста? Здесь нет процесса? Так может быть, сказать стоп и сказать, Святослав, запомните, документация, это неотъемлемая часть работы программиста. И большинство людей ее обходит. Это плохо. Открываем. Поехали. Все. Все есть. Все есть. И с примерами. И все. Давайте попробуем включить логику. Зайдем просто на Python.org и поищем. Зайдем в документацию. И подумаем, а что к нам открыть? Давайте попробуем открыть справочник по языку. Давайте попробуем просто промотать. Если есть справочник по языку, значит, наверное, что-то здесь должно быть о исключениях. Или нет? Давайте проверять. Давайте откроем. Вот мы видим 4.3. Посмотрим, да? То есть мы знаем, что мы хотим искать. Мы хотим найти исключения. Помните, я вам говорил, вот вы, ваша задача блокчейн. Сейчас я перейду дальше. Мы нашли страницу. Вроде бы мы здесь ничего не нашли. Но на самом деле здесь есть все, что нам надо. То есть я хочу сказать, что на сайте Python можно зайти на любую страницу и найти то, что нужно. Сейчас я сформулирую. Помните, я говорил вам, да? Если мы берем ту же солидность, здесь язык написан, хотя мы его разбираем для ребят школы. Да, кстати, отвлеку секунду. Ой-ой-ой. Сейчас видео. spb-tube.ru Для тех, кто занимается. И блокчейн есть, да? При этом блокчейн я еще начал в 2016 году был, но закрыл тот сайт. Почему? Потому что тогда неправильный подход был взять. Сейчас правильный. Сейчас просто учимся писать блокчейн, потом пишем на любом языке. Так вот, не зря я... Не зря я зашел сюда. Да, вроде бы исключения, вроде бы ничего. Но обратите внимание, когда мы ищем исключения, мы бы куда ни зашли, мы везде на сайте Python видим, вот допустим, name.air. И перейдем. Так вот, мы перешли ко всем исключениям. Так устроен сайт. То есть мы знали, что искать. Но здесь на этой странице есть крутое. Вот сейчас я вам сразу скажу, что это вы берете себе на вооружение прямо сейчас и можете с этим тренироваться. Придет время, скоро чуть-чуть, когда будем в функции, и вы будете думать, как же мы писать. Вот стиль начинается вот с этой вещи. Try, Exept. Эту же вещь. Эту вещь можно использовать в любом коде Python. Эту же вещь рекомендуют разработчики Django. Если мы зайдем на Django, зайдем в Yuhu, то мы здесь видим, они рекомендуют какую конструкцию? Беспроверженную. True, Exept. Иными словами, сначала попытаться сделать то, что мы хотим. Если не получится, то перехватить, обработать исключения и вывести на нечто осмысленное. В данном случае, Django, если у нас что-то не получится, то он покажет, что страницу не существует. Это логично. Но на самом деле, вот это код, который для вас должен стать первым. Первой конструкцией. Когда вы зададите себе вопрос, далее мы будем изучать функции, а что же мне делать? Вот ваша кость. Чтоб вы не писали на коде Python, вы всегда сможете использовать эту конструкцию. Она универсальна. Ваши действия, которые вы собираетесь делать, это я отвлекся. Так вот, мы с вами говорили об исключениях. На самом деле, я вам показал, что исключения мы можем найти везде. Почему? Потому что везде мы видим такие вещи, вот мы сейчас ищем исключения. Не надо сильно долго искать. Я нашел первое попавшееся. Открываю. Я обязательно попаду ко всем отключениям, где я об остальных почитаю. Поэтому вы пришли, почитали про исключения. потом уже только вы можете идти в Google. Но сначала исправляем сами. Исправляем до каких пор? Исправляем до тех пор, пока это исключение не будет исправлено. То есть, есть исключение. Нам надо его поправить. В данном случае написано, отсутствует два позиционных аргумента. Все очень понятно. Почему? Потому что, если есть параметры, их два, значит, они требуют передачи двух позиционных аргументов. Мы с вами функции не изучали. Это я вас настраиваю сейчас. Смотрите. Сколько людей этого не понимают. Давайте возьмем вот эту вот первую часть. И что делает большинство? Добавим сюда джанга. Добавим сюда вот это. Аргументы я сами не причитал, чтобы поиск не уменьшать. Смотрите. Смотрите, сколько людей, сколько людей просто то, что надо знать было обязательно, они этого не знают. И они что делают? продолжают искать решение. Это неверно. Чтобы этого не происходило, это я вас на будущее настраиваю. Если вы видите функцию, если мы открываем ваше домашнее задание, ой, сегодня вы пока только учитесь, уже у вас есть продвижение. Но если вы открыли файл, пока вы не знаете, все просто. Во-первых, это окно. Во-вторых, я при первом взгляде уже считал все. Что и что. Все. Дальше все понятно, дальше все расписано. Я к чему это говорю? Я говорю опять о привычках. И вы зашли, видите функцию, и вы не считали, если прошла 0,010 миллионных секунды, что это просто позиционный аргумент, параметр, который требует передачи обязательного позиционного аргумента. Иначе возникает исключение. Значит, что надо? Разобраться с параметрами. Это мы дальше с вами пойдем. Сейчас мы это не смотрим. Сейчас у вас задачи переменные. Вот на это могло уйти ну две недели времени, ну пусть три. И все, вопрос закрыт раз навсегда. Либо вы выбираете что? Постоянно искать Google. Никогда не станете программистом. Вы все можете вот, не зря я показал то видео, как с того видео, да? Вот это видео, которое я сказал, оно будет в описании, да? Там ребята размышляли. Итак, дорогие друзья, вот было первое видео, сейчас пошло. Ребята размышляли, я в этом видео показывал, когда человек может себя считать программистом. Если он зашел, это берем один момент, таких моментов много, и не считал функции, он полез в Google искать, пусть он for, пусть он размышляет, пусть он делится, но он, он не программист. Он хочет стать программистом, но он просто, ему надо поменять метод или подход. Он не понимает, он ищет чего-то. Чего ты ищешь? Поэтому на этом мы остановимся. То есть вы принуждаете себя, именно принуждаете действовать таким образом, как я показал. Получили исключение, сходили на сайт Python, разобрались, исправили, исправляем, запускаем. Чем хорош Jupiter notebook, что мы можем дальше продублировать ту же функцию. Здесь мы уберем, оставляем это исключение, а здесь уже продублируем. Все окей, 9, то есть исключения нет. Так вот я хочу вот такое видеть у вас код. Если у вас будет код, как вы писали, вот так все правильно работает, вы никогда не будете писать, никогда. Но теперь вы будете писать. Идти надо от исключений. Ведь именно исключения вас натолкнут на мысли, именно они вам помогут, но с ними надо работать, и от них надо отталкиваться. Это твердая земля. Второй момент, который я показал, вот эти функции в прошлом видео. Пока не пугайтесь, просто вы их не изучаете, вы с ними знакомитесь, все на этом. Давайте теперь еще посмотрим, что дает то, что мы сейчас работали с сайтом. А вы не заметили, что на сайте Python и в любой документации и абсолютно любого языка. Где бы ни открывали, все идет от командной строки объяснения. Отсюда еще один вывод. Когда вы работаете с документацией, вы начинаете работать с командной строкой, потому что на самом деле со времени у вас станет как ожидание, то есть вы четко понимаете, чего я должен ожидать, только проверяете, подзабыли, залезли, куда надо, зашли в документацию, посмотрели, хотя сейчас можно все программы настроить, чтобы документация была, но тем не менее с сайтом надо работать. следующий момент, как вы увидели по сравнению по сравнению, да, ваша запись, так, это не то, ваша запись первая, где вы написали, я думал, это наверняка будет какой-то сайт, по программированию я посмотрел только несколько видео, все остальное ничего не понимаю, и прошла неделя, да, вы написали то, что меня не устроило, но я вам ставлю жирную 2 с минусом, это лучше, чем кол с минусом, но вы молодец, потому что я знаю на 3 с минусом, извините, создатели языка на 3 с плюсом, ну а бог там на 5, а по-другому никак, так вот, вы молодчина, смотрите, кода понаписывали, и самое главное, что вы написали, о, когда я начал присваивать переменным значения, медленно начал доходить, то есть вы написали свой метод, что с числами можно делать, калькулятор, возраст, вес, выражать, со строками можно использовать для имен или какого-то текста, а вообще-то вот это тоже строка, настройка строка, откроем джанга, ну не буду сейчас скрывать, но правильно мыслите, правильно, дальше, про списки, но вот в том видео я вам сказал, поройте еще два языка, пока не оставляйте, пока слабо, пока у вас слабо, что, вы разобрались немножко, теперь я вам сказал в том видео, объяснил, что есть, смотрите, очень важный момент, извините, это похоже, моя мышь накрывается, уже, а может просто что-то, ну я сейчас не буду разбираться, я, честно сказать, ребята, отвык от мыши, на и макс перешел, и мне уже как-то так вот, что я хотел сказать, ага, в том видео, вот я почему обращаю внимание, везде мы, вы заметили, мы что-то чему-то присваиваем, и это присвоенное что-то где-то хранится, где-то хранится, и здесь оно в каждом языке где-то хранится, но есть разные варианты, вот в JavaScript там есть варианты, то есть вы должны сейчас знать, что это в языках по-разному, и выделить основное, поделали, вы сделали код, ведь через неделю это же неплохо совсем, сделать код, сделать код и Solidity, поработать с переменами, и с Python, и вы выделили, что в любом языке идет присваивание, правильно? Но теперь я хочу, чтобы вы заострили внимание на том моменте, что где это все хранится, и как туда получить доступ, и самое главное, сейчас запишите себе, а в каком случае данные меняются, а в каком нет, это важно, на это надо обращать внимание, пока вы это совсем не будете понимать, но просто это легче всего понять на JavaScript, пока запишите просто, на это надо обратить внимание, теперь давайте перейдем к второй части, я бы еще много мог чего сказать, но пока вам хватит, вы видите, что растете, да, порядок изучения, порядок изучения мы затрагивали, в первую очередь он начинается с системы работы с кодом, теперь давайте посмотрим на простом уровне последовательности, то, что вы пытались разобрать, то, что не было совсем понятно, списки те же, давайте откроем, открою сейчас, и давайте посмотрим, смотрите, нам не надо заходить на сайт Python, нам просто можно сделать логически понять, что же такое типы данных в том же Python, потом в других языках, нет, проще это здесь будет делать, потому что так будет понятнее, вот смотрите, тип данных список возьмем, да, то есть то, куда можно поместить, мы говорили в прошлом видео, которое я говорил вам посмотреть, про тумбочку с продуктами, обычная тумбочка, которая, то есть шкафе, который висит на кухне, мы присваиваем, возьмем сейчас переменную kitchen кабинет, визуально мы представляем, что это обычный шкаф до кухни, дальше я буду писать русскими, чтобы было понятно всем, чтобы люди не переводили, то есть если кухонный шкаф мы можем загрузить в кухонный шкаф, просто мы запомнили, что у нас в кухонном шкафу стоит чай, кофе и так далее, для языка программирования есть тип данных список, то есть именно он же не может шкаф разместить в память, а вот список, он понимает, что это список и куда можно разместить многое, ну давайте напишем сюда, во-первых, давайте просто напишем чай, мы можем разместить сюда чай, можем, но здесь нету никаких у нас давайте попробуем, а можем ли мы в список что-то разместить, ну давайте, вот у нас лист, список присвоен значение пустого списка, поместим в него так, и запустим, ожидаю я, исключения, я это сразу скажу, нет или да, что такое произошло, причем здесь пять, перезапустим, перезапустим, там просто было много данных пока, поэтому просто он пропустил, я сюда вставил, новый блокнот взял, смотрите, что происходит, мы не можем слово вставить, почему, потому что слово воспринимается как переменное, и мы получили чай, не существует, все верно, ну допустим, если мы сделали это строкой, строкой может существовать, тогда ошибки нет, в нашем списке один элемент, строка чай. Теперь мы можем писать на русском. Вы скажете, можем ли мы переменную? Конечно. Если мы сделали, допустим, вот так, то теперь мы могли ее разместить. это я к тому, чтобы вы четко для себя определили, есть типы данных, есть перемены, если ничего круга нету, значит, это переменная. Если есть какие-то обозначения, кавычки, скобки, то это какой-то тип данных, в любом случае. Но это как для новичка. Давайте мы о последовательности поговорим, чтобы не заходить на документацию. Дальше берем кофе. Дальше берем. Давайте я наставлю вот так сейчас. И так. сейчас я секунду кое-что сделаю. вот что я сделал. Здесь я заменю квадратные скобки на круглые. Здесь вообще строка. Ну что ж, давайте посмотрим. Итак, это список, это кортеж, это строка. Список обозначается квадратными скобками, кортеж круглыми строка, одинарными или двойными кавычками. Нам надо долго думать и идти на сайт, как делают новички, что делают. Начинают изучать, да, туториал, да, допустим. И вот, что такое там строки, и поехали изучать. Что такое списки, и поехали изучать. Поизучали, поизучали, а потом думают, да, в этом сложно разобраться. Давайте включать логику. Сложного здесь кот наплакал. Вот перед собой видите список. А вы перед этим берете и раскладываете прямо сейчас предметы, которые под рукой. Ручка, тетрадка, книжка у себя. И смотря на них тоже проделываете это же действие. Итак, смотрим, если элементы идут одним за другим. В Python все это последовательности называется. Последовательность. То есть элементы идут один за одним. Значит, получается, что список, кортеж, строка имеют в принципе одни и те же свойства, только чем-то различаются какими-то мелочами. если это один элемент 2, 3, 4, их можно посчитать? Можно. Только в языках программирования первый элемент начинается с нуля. Значит, первое, можно посчитать. Второе, если мы пронумеровали этот элемент у нас ноль, этот элемент у нас первый, этот элемент у нас получается второй, а этот элемент второй, а этот элемент у нас получается третий. Третий. так вот я сделка комментарий то есть мы можем посчитать иными словами неважно что это строка кортеж список они все имеют их можно посчитать что нам это дает это значит мы можем если можем посчитать в языке программирования это говорит о том что мы можем провести итерацию то есть посчитать каждый по отдельности при пересчете допустим мы дойдем до кофе и можем выбрать кофе правильно мы дойдем до сахара и выбрать сахар когда мы знаем иными словами можно проводить итерации или пересчитывать второй момент если мы знаем в этой последовательности есть пронумеровано все значит мы можем наверное выбрать последний элемент предпоследний вообще любой да отдельно ну например как джанга даст базы данных выбирается там 10 последних записей следующий момент наверное если это есть список то есть методы какие то нам можно есть возможность допустим добавить удалить абсолютно верно все эти методы есть в каждом типе данных эти типы данных всего лишь различаются количеством методов списки их будет много в кортеже мало потому что кортеж не зя изменить изне но то же самое можно сделать со строками так вот откроем давайте сайт python откроем документацию откроем глоссарий и найдем последовательность и действительно что мы здесь видим список строка кортеж и байты и действительно это все позже будет сейчас вы поймете смысл а начнете использовать на полную только после после прохождения классов начнется мы смотрим это рейбл да то есть итерации то что я говорил о подсчете далее сам подсчет и дальше можно почитать но на самом деле на самом деле мы видим что вот выборка одна последнего предпоследнего когда мы делаем при помощи опять же метода get и item да get item получается что все типы данных имеют в принципе три простые вещи берем мы там то ли строку то ли кортеж они имеют несколько свойств первое свойство для всех их подсчитать программирование это называется итерация поэтому сейчас что вы делаете это надо знать записывайте себе записывайте себе итератор итерация итерируемый объект пока просто познакомиться с понятиями эти понятия будут они одинаковы для всех языков итератор итерация итерируемый объект второе излечь элемент элемент как со шкафа мы достаем кофе но в программировании надо его как-то излечь допустим это программирование называется излечение по средам пока это не надо трогать можете просто посмотреть следующее добавить удалить иными словами все это называется методы готовые методы добавить какой-то элемент в конец списка например варенье сюда при помощи метода который уже предустановлен или написан в языке программирования так вот смотрите это все логически мы посмотрели и если мы понимаем что у всех типов данных которые являются последовательностями в python одни и те же свойства то в принципе то мы знаем что смотреть ну давайте откроем давайте сначала откроем здесь списки ну что вот список вот излечение по средам то что мы говорили только разобраться в синтаксисе это все вот излечение и есть методы списков так это вот строк допустим методы такие же списков такие же кортежи то есть по сути дела список кортеж строка мы не заходя в документацию уже понимаем что нам искать одни и те же действия эти различаются только сами методами и количеством так наверное проще что мы сделали на самом деле сейчас мы прочитали я говорил изучение языка это правильный подход всего лишь на самом деле если мы начнем читать то мы поймем что мы были в справке что вот эти вещи которые мы называли говорили о последовательности о последовательностях является типом данном с которым мы будем работать список строка кортеж давайте зайдем в кортеж применение функций методы только их мало этих методов мало потому что они неизменяемые согласитесь проще некуда разобраться вообще что такое в принципе последовательность так как в языке программирования python все основные типы данных которые мы работаем является последовательности последовательности бывает всего двух видов изменяемые и неизменяемые например строка неизменяемый что это значит это значит что python настолько заботится о строке что он создает копию то есть вы написали строку сама строка она хранится в памяти записанная сразу да а потом какие бы действия вы не делали вы просто создается копия и делаются над ней действий но сама строка хранится это я сказал просто но смысл сейчас один мы разобрались всего лишь с последовательностями все остальное для нас стало доступно то есть мы четко понимаем что все эти типы данных имеют одни и те же свойства когда мы пройдем функции итерации когда мы пройдем классы мы по другому уже взглянем но нам сейчас надо иметь понимание вот вам этого понимания сейчас достаточно чтобы не лазить как я показал и искать а прошли списки строки пришли к спискам и все забыли ничего не понимаем а все же можно свести в голове то сразу и совершенно логически поэтому сказал а разложите перед собой что есть под рукой тетрадку ручку и посмотрите вот лежат три предмета пересчитать можно 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 допустим пронумеровать их можно а если могу я добавить туда какой-то предмет могу могу удалить могу могу перемешать могу все все просто все как в жизни домашнее задание найти в правке вот эти типы данных список кортеж кортеж строку и написать псевдокод это тоже самое что я написал здесь только вы не берете стандартные методы которые есть пока не надо пока просто разберитесь вот эти методы вам не надо вы просто смотрите вот есть метод здесь написано возвращает копию строки с первым символом заглавной буквы можете сделать код если это в строках да находите кортежи но я от вас жду просто сейчас очень простой вещи просто обычными словами расписываете мне принцип действия иными словами можно просто называть кортеж это и есть кортеж обозначается дальше пишите обозначается а сейчас ребята которые сидят за монитором говорят да что ж это ерундой заниматься а вы потом тогда будете рассуждать когда вы станете программистом а тогда никогда потому что я в том видео показал что ребята там рассуждали что мы станем программистами когда разберемся там ford тем не факт а вот зачем вы это будете делать понимаете большинство у нас людей которые пытаются стать программистами они как собаки знают а сказать не могут иными словами а то и не знают вроде понимаю вроде нет а почему а потому что ничего не пишут когда вы начинаете описывать код и описывать свои действия вы начинаете вам надо ведь как-то назвать все это хозяйство да и вы начинаете потихоньку что присваивать значение этому коду и что происходит а происходит чудо со временем вдруг вы понимаете что вы можете рассуждать именно тогда происходит это чудо когда вы лежите на пляже и при этом размышляете как вы будете писать программу они когда сели за компьютер и с большими глазами пошли в google искать похожее нечто это не программирование тогда почему я от вас жду час домашнего задания следующего вы просто пишите кортеж обозначается также дальше можно на английском я просто говорю просто псевдокод это описание словами поехали вот у нас карте до 1 2 1 2 3 и дальше описывайте что происходит здесь что-то не так я что-то не доделал это я сто процентов уверен вот вы мне потом расскажете что-то здесь не хватает дальше описываете в кортеже если будет код я буду только приветствовать но пока я даже код не даю псевдо есть возможность допустим того то того то того то списке есть возможность извлечь по срезам посчитать применить методы методы бывают такие 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 все перечислять не надо но хотя бы четыре пять методов перечислить до которые важные там добавить удалить и так далее для чего это задание дается для того чтобы вы как-то начали голове укладывать и называть для себя при не присваивая значения вот этим типом данных на присваивать как-то с ними общаться у себя именно в мозгах и при этом сформировали картину что общего между ними что на самом деле чтобы осознали что такое вообще последовательность а так как это является все последовательно значит они имеют одни и те же свойства одни и те же корни и увидеть чем они различаются различаются они количество методов и дальше вы мне другое сами расскажете да иными словами я не ставлю рамки здесь чтоб вы сделали каким-то определенным образом я хочу увидеть что вы увидите а потом мы подправим и опять же мы опять это что говорили в конце о чем о системе работе с кодом описывать все для себя если вы не описываете то выразить вы не можете вот этот вариант ребят смотрю вроде понимаю пойду дальше а и потом это есть метод он не работает пишите пишите то есть спокойно должны объяснить что такое список карты смотрите мы с вами разобрали и теперь нам документацию надо идти только посмотреть сами методы нам не надо сидеть как делают на каких там курсах и рассказывают давайте мы сегодня проходим строки и пошли 50 занятий ну все а где где был а я был на программирование мы сроки 49 занятия проходим а что там раньше было хрен его знает я уже забыл ну а там впереди у нас будут кортежи это вообще говорят песец а потом и все и запутался и говорит у меня каша в голове я программировать не могу а подход менять пробовал что говорит я говорит слушал ну-ну ребят от того будет человек писать или нет зависит только от подхода вот я вам продемонстрировал мы разобрались что такое последовательность в одной вещи но при этом решили вопросы нескольких вещей что такое строка список и дальше мы можем найти кортеж и так далее и теперь мы можем уже для себя уяснить только зайти теперь это воочию посмотреть на коде как это записывается посмотреть методы и поработать с исключениями святослав код приветствуется но я от вас требую просто описание я бы хотел в этом описании еще раз повторяю увидеть община общее между типами данных то есть чтоб вы поняли сами что такое последовательность а есть все последовательность вы прочитаете в этом глоссаре разобрали и там написано что относится к последовательности что они включают и посмотрели и до вас дойдут вот эти операции над этим последовательностями и оказывается все это вы знаете совершенно быстро потом вы просто используете справку и дополнительно работаете просто а ведь вы это все знали ведь вы раскладывали если раскладывали книжку ручку вы все это допетрили сами и что язык сложно изучать все дело в подходе мне один парень который был на индивидуальном обучении тоже он говорит знаете я был на курсах и мы долго долго это многие говорят так потому что это не он один это многие когда слушать видео попадали мы долго долго проходили уроки потом наконец-то добрались до функций прошли быстро функции и вышли с кучей мусора я обычно вообще с функции начинаю просто вы пришли с полного нуля но нам надо что-то шуметь понять о типах данных поэтому сказал пока на таком уровне а потом ваш уровень вы обретете понимание а полное использование вас будет только с момента когда вы разберетесь с функциями из класса но по крайней мере мы наметили путь вот теперь вот теперь вы можете смотреть то видео которое вам кажется длинным немножко может быть неуклюжим ну где я вам говорил о том что надо поработать переменными еще в нескольких языках кроме этого познакомиться что мы говорили с анализом пока да с метрами просто познакомиться в бить это что в голову как говорит чтоб она попала в это поле зрения ваше но именно обратить внимание когда я показывал работ на работу с исключениями там и здесь много говорили да идти через исключения то есть посмотрите вот под этим углом вас немножко уже поменяя соотношение и думаю через неделю мы уже еще порадуемся до вашему пониманию как начинает код оживать в файле ну а сегодня молодчина вот так можно было поставить бы да я бы сказал там пять с плюсом вам вот за ваше домашнее задание но я вам ставлю как сказал два с минусом это большая оценка поверьте мне потому что высшая оценка про я ставлю кол с минусом большинстве случаев это нормально но так как вы все-таки написали и на солидности и прокомментировать из того что не знаю то два с минусом это прекрасная оценка я знаю на 3 с минусом извините меня 3 с минусом заработать это уже крайне сложно по пятибалльной системе учитывая что создатель языка знает на 4 бог знает на 5 а люди на 5 язык не знают поэтому есть справка спасибо за доверие все получится